А потом будет такой слив, которого никто не будет ожидать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В сегодняшнем видео будут только мои мысли. Это значит, что многие с ними могут не согласиться. Ну и, конечно же, напоминаю, что мои идеи ни в коем случае не могут диктовать ваши финансовые решения. Как биткоин упадет со 100 тысяч долларов до 100? Вы не ослышались, и я не ошибся. Я говорю о падении до 100 долларов за одну монету. Мы ждем Тузымуна, и обязательно его дождемся. Исходя из той аналитики, которую я получаю, есть очень высокие шансы увидеть экспоненциальный рост криптовалюты в очень обозримом будущем. Вполне вероятно, после еще одного слива. Что бы там ни говорили, но биткоин остается высокорискованным активом. Что бы он рос, в него должны заходить шальные деньги инвесторов, которые не думают о риске. Я вам хочу сказать, что они придут. Почему? Если смотреть на индекс деловой активности S&P 500, экономика США, а вместе с ней мировая, просто захлебывается от денег. Курсы акций растут, недвижимость растет. Некоторые компании достигают капитализации 1 триллион долларов. Неудивительно, что этот поток денег пьянит головы инвесторам. Но похмелье наступит очень скоро. Если посмотреть на волновую теорию Эллиота, индекс S&P 500 неуклонно движется к своим пикам, а значит через год-два начнется рецессия. Заканчивается один огромный суперцикл, который начался еще в 1981 году. И судя по всему, падение индекса может составить 50, 60 и даже 70 процентов. Чтобы было понятнее, это круче Великой депрессии 1929 года. Улицы наполнятся безработными, акции и недвижимость начнут падать. И самым ценным активом, как это неудивительно, станет доллар. Ну а дальше я решил задать себе мысленный вопрос, а что будет с биткоином? Основываясь на волновой теории платной аналитики и предсказаниях первых лиц в мире криптовалюты, таких как Винни Лингем, жадность инвесторов вознесет курс крипты до небес, а потом будет такой слив, которого никто не будет ожидать. Представьте себе слив на 99,9%. И это не фантастика, подтверждений такому сценарию становится все больше. Я говорю об этом, чтобы вы не забывали, что кроме шага номер один, который вознаградит вас за терпение и мудрость, существует и шаг номер два, когда жадность будет переполнять тебя изнутри, и ты будешь ждать курс еще на 10% выше и еще на 10%, пока ты не потеряешь все. Я напоминаю, что падение всегда очень быстрое и стремительное, особенно по сравнению с ростом. Этот сценарий я держу у себя в голове уже давно, именно поэтому пытаюсь найти лучшие монеты, проекты, которые будут расти быстрее биткоина, которые будут более устойчивыми и за которыми стоят серьезные умы. Я хочу предостеречь тебя, но не питаю надежды, что ты меня услышишь. А пока следим за новостями и наблюдаем, как будет расти S&P 500. Я уверен, что рост криптовалюты будет идти вместе с этим индексом, а потом эти два актива будут падать один быстрее другого. Ты задашь справедливый вопрос. Если есть первый и второй шаг, то какими будут шаги номер три и номер четыре? Я думаю, что логика должна быть следующая. Шаг номер один. Закупаем криптовалюту до роста. Желательно тщательно подбирать проекты, ибо самыми серьезными лидерами роста будут серые лошадки. Например, БАД или Энджин, может быть какие-то другие проекты, о которых я не знаю. Шаг номер два. Тщательно следим за пиками S&P 500 биткоина и количеством запросов в Google Alerts или в Google Трендах. Пытаемся выйти на пике. Надеюсь, что совместно мы определим его по нескольким показателям. Шаг номер три. Переходим в золото. Именно этот актив даст очень крутой рост во время слива всех финансовых активов. Шаг номер четыре. Конечно же, криптовалюта не умрет. И после суперслива мы будем разгребать пепелище в поисках драгоценных камней, которые мы будем покупать по очень интересным ценам. Вот такие у меня мысли, я должен был это тебе сказать, а ты уже решай, прав я или нет. Ставь лайк, если зашло, поделись видео с друзьями, комментируй. И богатей, конечно же, богатей. Кстати, не просто так этот пост в сообществе я оставил. Насчет подарочка. Подарили его не только мне, но и множеству других людей. А именно, более 600 человек получили эти подарки и наверняка благодарны за это. Я просто хочу сказать свое большое спасибо участникам складчины за такие подгоны. Кроме аналитики, которую мы скупили, люди получают бонусы от самих же участников. Например, волновую теорию предкера, которая стоит 200 баксов в месяц или около 2500 в год. Подписчики выкладывают бесплатно для участников складчины. Я их даже об этом не просил. Здесь и закрытая группа по торговле фракталами, и даже курс хамахи, который, между прочим, стоит около 600 долларов, когда я последний раз смотрел. Когда я это все увидел, был на таких эмоциях, что не сдержался и публиковал этот пост. Это просто бомба. Большое спасибо людям за такую отдачу делу. Я уверен, вместе с такими людьми мы станем намного богаче. А меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»